Битва гигантов. Медведь против тигра. Кто останется в живых? Хоть ареал распространения этих двух животных не всегда совпадает, интересно, что будет, если они встретятся в схватке. Итак, для начала возьмем самых сильных представителей – белого медведя и амурского тигра. Преимущества белого медведя очевидны – он очень большой, у него крепкие кости. Помимо этого, он обладает достаточной силой удара – около полутора тонн. Что говорит о неплохой мышечной массе. Резкость удара также имеется, как и быстрота. Средняя масса белого медведя достигает 450 килограмм, что в два раза больше, чем у тигра. Высота в холке белого медведя – до 150 сантиметров. Это немногим больше амурского тигра, у которого средняя высота в холке – до 120 сантиметров. Ученые утверждают, что сила удара медведя настолько сокрушительна, что способна лишить жизни тигра моментально, переломав ему хребет. Единственный шанс тигра – укус в горло – кажется призрачным. Требуется обхватить такую огромную шею, а шея крупных медведей отлично защищена очень прочными мускулами, и си артерии и трахея залегают очень глубоко. По материалам зоологов известно, что из 44 случаев столкновения тигра с бурым медведем 50% случаев закончились гибелью медведя, 27% смертью тигра и в 23% случаев звери просто разошлись. Ну так кто же все-таки сильнее – тигр или медведь? При равных размерах тигр и медведь силой почти равны. Победит тот, кто храбрее, кто старше и злее. Молодые тигры и медведи, конечно, дерутся хуже матерых, полных сил и отваги самцов. Важно также, кто первый напал, кто сыт и кто голоден. Сыт и зверь не так дерзок и зол, как голодные. Также важно, на чьей земле встретились бойцы. Кто из них ближе к дому, тот обычно яростнее дерется, а ярость часто сильнее силы. При этом, если еще можно представить победу тигра над медведем равного ему веса, то шансы против крупнейших медведей совсем малы.